Уже сейчас известно, что на участках в дни голосования будут соблюдать повышенные меры безопасности. По рекомендации Роспотребнадзора станут измерять температуру, предложат обработать руки антисептиком, каждому пришедшему выдадут одноразовую маску, перчатки и ручку. А сами помещения для голосования будут максимально просторными, чтобы появилась возможность соблюдать социальную дистанцию. Впрочем, некоторым людям коронавирус и так не страшен, они им уже переболели и получили иммунитет. Однако без проведения исследований узнать об этом наверняка невозможно. И у жителей Иркутской области появился уникальный шанс. При Байкале оказалось в числе регионов, где проведут бесплатные тестирования, чтобы определить, как много человек имеют антитела COVID-19. Подробности далее. Вот эта верхняя лунка у нас переболевший, а со второй лунки идут уже контактные. Ярко-желтый цвет – сигнал, что в пробах содержится иммуноглобулин. А значит, человек, чью сыворотку крови изучали, обладает антителами коронавирусу. То есть переболел им и теперь имеет защиту. Исследования проводят в противочумном институте в Иркутске. Конкретно здесь в день могут делать 300-400 исследований. Определять не только, есть ли у человека антитела, но и оценить уровень иммунитета. В июле работы у сотрудников института прибавится. Иркутская область вошла в число 22 регионов России, где проведут бесплатные тестирования на антитела COVID-19. Это нужно для того, чтобы оценить количество людей, защищенных от вируса, и таким образом создать научно обоснованный прогноз развития дальнейшего эпидемического процесса. Тестировать станут не всех. В Прибайкале планируют изучить пробы, взятые у почти 2700 человек. Больше всего участников будет из Иркутска – порядка полутора тысяч. Также протестировать собираются жители Ангарска, Братска, Устилимска, Шелихова, Саянска, Тайшета. Изучать собираются представители семи возрастных групп от года и старше. Обследоваться члены одной семьи все дружно не смогут, ведь важно сделать исследование максимально широким. Также предполагается тестировать людей из разных профессиональных отраслей. Впрочем, подать заявку может любой желающий. Нужно зайти на сайт либо Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, либо Противочумного института Иркутского, заполнить анкету и прислать ее на соответствующий электронный адрес. Если человек подходит под критерии, то его проинформируют, назначат время, дату и место, куда ему нужно будет прийти и сдать кровь на анализ. Желающих протестироваться в Прибайкале много. Заявки уже подали более 2000 человек. Но далеко не всех допустят до исследований. Принимать заявки будут до конца недели. Само тестирование стартует 3 июля и продлится до 15 числа. Алена Полоненко, Алексей Бондаренко. Новости по будням.